всем привет дорогие друзья сегодня суббота на улице сейчас градусов 36 часов вечера и я иду на набережную по кое-какому своему делу и одновременно покажу вам что происходит в центре на улицах в анталии а завтра у нас выборы президента и депутатов парламент поэтому следующее моё видео будет о выборах если не подписались на мой канал обязательно подписывайтесь ну а сейчас поворачиваю камеру и буду показывать вам все самое интересное что сама и увижу ну что сейчас я нахожусь на одной из боковых улиц аланье вот там вот улица ататюрка а пойдем мы по этой улице сейчас достаточно свежо днем температура воздуха поднимается до 36 градусов здесь у нас кстати друзья кто спрашивал про парковку в аланье вот смотрите здесь есть большая крытая парковка в центре прям напротив всяких разных кафешек также в самом центре есть магазин овощной где продаются фрукты овощи можно купить и не дожидаться рынка кстати многие спрашивали пятничный рынок каждый день он или нет центр нет он не каждый день но а когда нет рынка вы можете прийти вот такие вот магазинчики и купить фрукты и овощи конечно они там чуть дороже но я тоже иногда покупаю когда мне лень ходить на рынок все теперь мы вышли на центральную улицу синечки так классно прохладно супер посмотрите что у нас здесь происходит народ гуляет после наверно после жаркого дня на пляже очень много машин и к сожалению никто никогда не пропустит пешехода нужно ждать пока вот там вот не загорится красный свет для машин и все пешеходы смогут пройти машина машина остановится и пешеходы смогут пройти автобусы туристические огромный городской нет вот эти вот автобусы с яхт и после этой машины мы пройдем давай едь быстрее быстрее а ну в общем мы опять в центре вот так вот выглядит центральная улица татюрка вечером что показать вам здесь еще вы уже знаете что недалеко от набережной находится кошачий домик там мы уже с вами были ну а вот на этой улочке находится много разных кафешек и здесь кстати прохладно в любое время на дня потому что здесь всегда тенечек вот видите опять хай леди хай леди ну друзья некрасиво это некрасиво в общем открылась здесь тоже много разных кафешек здесь начинается базар можно купить обувь серебро золото в общем что хотите но я здесь вещи не всегда покупаю только покупаю в определенных магазинах и в одном из следующих видео я вам кстати смотрите вот такие вот есть красивые здесь подсвечники и вот такие вот лампы когда-нибудь я себе домой куплю вот такую вот красивую лампу здесь и кстати много в этом магазине вот следующем в следующем видео в одном из следующих видео я вам покажу магазин где я покупаю практически ну все вещи рубашки рубашки брюки пиджаки и так далее в основном рубашки там я уже кое-что прикупила и опять я вчера туда ходила в общем в общем покажу вам вот эта улица кстати заполняется вечером большим количеством туристов здесь еще построили улочку с тыквами сейчас мы до нее дойдем даже не улочку вот видите в конце вот этой улице да покажу вам в конце вот этой вот улице есть кафе и там большое количество зонтиков давайте мы все-таки туда дойдем я вам это на улице зонтиками находится прям напротив с кошачьего домика по дороге по направлению к набережной через парк вот там вот находится кошачий домик и далее через парк уже можно попасть на на набережную но а теперь давайте пойдем самый конец практически это улице я вам покажу такую же красоту только в тыквами самое мое любимое время летом это после 6 часов когда солнце уже заходит до захода солнце остается на где-то два часа и я обычно выхожу из офиса в это время потому что днем очень жарко когда днем нужно конечно же я выхожу но днем очень жарко поэтому я стараюсь работать внутри а после 6 я выхожу по каким-то своим делам или просто погулять по центру солнце ведь еще немного появляется но солнце заходит и в тенечке очень прохладно и здорово постепенно улицы начинают заполняться туристами местными в общем здесь вот где сейчас иду скоро примерно частях через час начнется самая-самая движуха вот он небольшой кусочек улицы который скажем так завешен тыквами эти тыквы друзья многие из вас их уже видели в алании эти тыквы несъедобные это декоративные тыквы но сейчас отсвечивает не очень хорошо видно и ночью вроде бы они подсвечиваются ночью мы здесь еще не были но я видела фотографии говорят что это очень очень красивое зрелище поэтому да они разноцветные и вечером они очень красиво светятся в общем нужно как-нибудь сюда нужно как-нибудь сюда прийти вечером и тоже посмотреть на все это дело ну а пока вы видите улица пустая народ потихоньку ходит с работы с пляжей и и скоро эти улицы уже заполнится ну давайте пройдем обожаю вот такие вот сувенирные лавки особенно с лампами ой смотрите какая красивая лампа супер однажды я себе куплю такие вам очень классно однажды почему говорю однажды потому что времени все никак нет нужно будет как-нибудь прийти тщательно выбрать посмотреть в общем такое получить эстетическое удовольствие вот это одна из еще одна из боковых улиц тоже на ней уже начинаются дискотеки всякие кафешки вечером здесь стоит шумыгам а сейчас мы идем с вами по направлению к лодкам я думаю что там тоже народу не так много но потому что еще уже не день еще не вечер вот так вот рестораны готовят к посетителям вечером здесь конечно на набережной очень очень красиво куча туристических автобусов наверное они приехали вот эти все автобусы на яхт-туры и перейдя эту улицу друзья мы попадаем в одно из самых красивых мест алань да кстати вот видите расставляют постепенно постепенно расставляют вот такие вот стенды в центре сегодня у нас 23 число а двадцать пятого двадцать шестого двадцать седьмого в аланьи будет фестиваль туризма и культуры и вот эти вот все многочисленные стенды будут заполнены будут заполнены различными отелье которые производят всякие разные традиционные турецкие вещи кафе и рестораны всякие разные ассоциации организации но в общем будет здесь проходить фестиваль туризма и культуры три дня с утра будут работать вот эти вот выставочные стенды а вечером будет грандиозный концерт в конце вот этой вот набережной прям около прям около мэрии эту статуи мы уже снимали ему наверно жарко на солнце конечно жарко гулять да и этот фестиваль если вы действительно хотите почувствовать аланью во всей ее красоте со всеми ее традициями турецкими традициями попробовать традиционные турецкие блюда старайтесь приезжать в конце июня во время этого фестиваля фестиваль проходит фиксированных дат нет но всегда проходит в конце июня очень много здесь народу мы кстати принимали участие в прошлые годы в этом фестивале у нас тоже был стенд но в этот раз мы решили не участвовать посмотрите какой котик красивый котик ты чей скажи всем привет ой какой ты хорошенький прям такой да хочешь чтоб тебя погладили для водичку надо купить красавчик ну и лежит кофе на фоне вот таких цветов покажу вам что здесь есть просто красота неописуемая а вот так вот выглядят машины которые он ездит по набережной и забирают весь мусор поэтому друзья если вы говорите что в алании не убирают в алании убирают и убирают каждый день и очень хорошо вот так вот рыбаки сидят ловят рыбу не знаю что здесь можно поймать форма балык форма форма бюкму ой и кот конечно же куда без кота говорят что рыба маленькая а еще друзья на набережной много вот таких вот ларечков апельсинчиков здесь я познакомилась с молодым человеком альпером ему всего 17 лет и он здесь торгует соком давайте сейчас у него спросим почему он здесь торгует откуда он и сколько у него стоит сок энерго соответственно переходи пройдем а следующию мало ну пробдь в Я в нервную в титэд-лит. Титэд-лит. Туркшесе говори. Что ты repetит? Харта-табу-каназ. Итак. Харит-ta-букадасты. Я, табу-каназ. Хорошо, потом по сути язык. Возьмите мне, нервную жюстку и отличие от м魂? Только от Nhuy, грейфорд, лимоней, Ананас и кофе. Ооо, также кофе. Да, кофе. Смиром, супер. Айс-крем. Итак, все есть? Да. Суга. А, и сладости. 4 лиры? 5, 10 и 12 лир. 10 и 12 лир. Да. Итак, Алпер, почему ты здесь работаешь? Почему ты здесь работаешь? Почему ты здесь работаешь? Я собираюсь, да. Что ты покупаешь? 50 лир. Да, 50 лир. Нет, что ты покупаешь? Я собираюсь. Что ты покупаешь? Например, книги, кафе. Кафе. Я собираюсь. Нормально. 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 Это очень интересно. Какие дети уйдут в Киево? Какие уходы начальники в Todos, на Украине? Уходы в Киево. Нормально дружище 5 лет назад. Уходы уже интернет-кафе, вообще я не хочу. Уходы в Киево. Уходы в Киево. Уходы в Киево. Уходы уже много читателей. Это не очень плохая. Бiben, это актуал. Часал! Хорошо. Добро пожаловать в мою джусь-шопу! Да, оранжевый кафе. Бектерис. Спасибо большое. Спасибо. Вот такие вот милые ребята работают. Мальчик сказал, кстати, что у него достаточно обеспеченные родители, и смысла работать ему нет, но он работает для того, чтобы у него были какие-то карманные деньги, в общем, чтобы какие-то такие, как он сказал, молодежные потребности свои он удовлетворял, и ни от кого не зависел. Мальчику 17 лет, видите, сам работает и старается зарабатывать, и, кстати, учится на очень классную профессию, будет картографом. Вот, а я гуляю здесь. Видите, вот такая вот классная штука здесь будет в дни фестиваля. Поэтому, друзья, когда вы говорите, что, например, сок дорогой, там, да, 20... О, сколько он стоит? 12 лир большой стаканчик. Да, я с удовольствием куплю сок у этого мальчика, потому что я знаю, что он зарабатывает... Вот видите, еще, видите, еще один. Я говорю английский, я говорю туркиш, я говорю русский, я говорю норвежский. Я говорю туркиш. Я говорю норвежский. Вы чего? Туркиш. Туркиш. В общем, сегодня наша прогулка по набережной с вами заканчивается. Пишите обязательно в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. Друзья, стараюсь снимать по мере возможности, потому что много работы, и в любую свободную минутку выхожу на улицу, чтобы что-нибудь для вас снять. Здесь были туристы. Я даю им самара все как-то. Я помогу у нас. Я не могу уйти. 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 Нет, я не могу уйти. Если вы не хотите поговорить, я не могу уйти. Сейчас уже возвращаюсь обратно в офис. Люди, которых я ждала, немного опаздывают. Поэтому я сейчас вернусь в офис. Соберу все свои сумки и уже на мопеде вернусь сюда обратно. Тогда мы сможем поговорить. Посмотрите, какая красота, какая у нас здесь дели. Просто супер. Просто сказка. Кстати, если говорить об уличных приставалах, в Алании запрещено приставать к туристам. Запрещено это на законодательном уровне. И разрешено только, например, он стоит около своего магазина. Он может вам сказать привет, добро пожаловать, заходите и так далее. Выходить на улицу и приставать к туристам, они не могут тогда сразу большие штрафы. Ну, в общем, буквально пару секунд вы видели такую историю, такую ситуацию. Поэтому, к сожалению, этого становится меньше и меньше, но все еще присутствует. Ну да, что-то я сегодня много наговорила. Поэтому давайте с вами будем прощаться. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте пальчики вверх. Ну, конечно же, комментируйте. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока из уже вечерней Алании. Приезжайте в выпуск. Ну и как по скриптам к этому видео скажу, друзья, что вечером моя прогулка закончилась просто потрясающе. Все машины и мопеды останавливаются на дороге и пропускают меня. Просто настаиваясь, чтобы я прошла. В общем, вот такая вот она разная Турция. Вообще мир люди. Поэтому наслаждайтесь жизнью и все будет классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова